Музыка Огромные вековые липы, стриженные кустарники, прекрасные цветущие многолетники. Здравствуйте! С вами канал Усадьба и я Зоя Козичева. Я приглашаю вас на прогулку в сад семи скульптур. Автор его – известный ландшафтный архитектор Елена Алексеевна Константинова. Лена, я хочу сказать, что вы удивительным образом решаете пространство сада и сочетаете, кажется, несочетаемые вот эти огромные липы другого участка, и вообще дом, который, кажется, совершенно не вписывается вот в эту историю, в историю этого сада. Как вам удалось создать из двух абсолютно разных пространств единое пространство? На самом деле задача была достаточно непростая. Во-первых, потому что здесь был нарушен рельеф и нарушен уклон, естественный уклон. Уклон этого участка, естественный, он должен быть в сторону речки, которая находится вот туда, дальше. А то, что я увидела, когда увидела два этих участка рядом, и это был участок новый, присоединенный, по границе его стояли вот эти вот огромные взрослые совершенно липы. уклон был к дому, и уровень вот этого участка, он все равно был выше, то есть липы сидели выше. То есть надо было объединять вот это все. объединить было непросто, потому что на участке этом было очень много разнообразных растений в разных композициях. Они уже были. Был ручей, который тек в сторону забора и заканчивался в некоем таком круглом, заросшем с лягушками объеме. Вот. Поэтому пришлось вытаскивать все растения, рассматривать здесь это все и по-новому формировать рельеф. Отсюда возникла вот эта подпорная стенка сухой кладки. Она была сделана приблизительно так же, как и фрагмент вот на старом участке. Я объединила это все общей линией, вот такой извилистой, и посадила липы эти на некотором расстоянии от края. А извилистая линия, она позволяет как бы это пространство рассматривать не в привязке к прямой линии, на которой высажены липы. Дальше пруд и ручей пришлось полностью тоже переделать и сформировать вот некий такой вот рельеф, небольшой совсем, но тем не менее он позволил выгородить опять вот эту зону и за счет вот этих вот извилистых линий краев подпорной стенки, краев оформления гравийного, краев пруда. Получилось вот это вот пространство, в котором как раз и можно было вот уже украшать, ставить какие-то фокусные точки, что-то делать. То и было самое интересное. Вы знаете, я еще обратила внимание на архитектуру дома. Ведь для того, чтобы это пространство заиграло, я так понимаю, вы поменяли эту архитектуру дома. Да, дом был намного проще, и у него не было вот этого выноса, вот этой стеклянной веранды. Эта веранда, с моей точки зрения, она создала много вот приятных таких вот моментов для семьи. И в любое время года вот семья уже перемещается сюда и живет как бы в саду. Дом совсем простой, скромный, но он сюда вписан и в масштабе, и в балансе, и в объеме, и чисто вот по фасадам, по архитектуре фасадов он вписан так, как надо. Но я хочу сказать, что то пространство, которое теперь находится перед домом, является как бы продолжением самого дома, потому что вы еще там создали зеленую комнату. Как это удалось сделать? Выхода не было никакого. Дело в том, что сад у нас семи скульптур, и когда я пришла сюда, я увидела, значит, все эти скульптуры, которые скопом стояли вот на этом участке, и тут барашек, там колонна, тут еще что-то, они все стояли, и вот глаза вот так в разные стороны разбегались на эти скульптуры. Пришлось очень-очень хорошо подумать, как же их развести так, чтобы каждая вот в этом пространстве, в пространстве сада, играла свою роль, фокусную роль, акцентную роль и так далее. Значит, отсюда возникла галерея от входа, заканчивающаяся скульптурой, и возникла зеленая комната, благо здесь был зонтик и такой помост со столиком и так далее. Зонтик этот сгнил, его выбросили, помост со столиком остался, а здесь я просто высадила боярышник и поставила арку, и мы организовали вот такую зеленую комнату, в которой можно было посидеть и из нее пройти потом в галерею. То есть эти все ухищрения на относительно небольшой площади вот этого сада, около 30 соток, а в принципе даже и не скажешь, все вот эти ухищрения, которые, казалось бы, могли уменьшить пространство, они позволили за счет этих скульптур, и за счет композиций, за счет рельефа, за счет вот всяких малых форм, беседок, качелей там и прочего, позволили как бы вот границы этого всего расширить, потому что семантически он стал намного интереснее, богаче. И для того, чтобы здесь все это смотреть, надо потратить время. Лена, вы знаете, ведь очень многие сейчас используют скульптуры на своих участках и считают, что если они вот выбрали какое-то место, поставили скульптуру, да, и на этом вся их художественная часть, вся их художественная работа закончилась. И, конечно, мне хочется нашим телезрителям показать те места, в которых находятся скульптуры, как они оформлены, как правильно строить у них композицию. Давайте посмотрим в саду, как организуется место и как оформляется место для того, чтобы скульптура смотрелась круглый год, красиво, интересно и привлекало внимание. Для того, чтобы скульптура в саду выглядела эффектно, и вообще любой арт-объект выглядел эффектно. В выставочной экспозиции, в саду, в любом другом месте необходимо правильно сформировать пространство, где будет жить эта скульптура, арт-объект и так далее. Необходимо, чтобы был фон. Фон может быть очень разным. Здесь стояла задача разделить визуально все вот эти скульптуры. В данном случае вот мы видим простую такую и очень естественную для сада скульптуру улитки. И за ней была высажена группа из кустарника спирей вангута. И она оформлена разнообразными растениями. Рано весной она стоит в поляне из крокусов. Затем зацветают тюльпаны. Здесь хорошая освещенность рано весной. А потом оживает и становится визуально видимым барвинок. То есть она стоит уже как бы на барвинке, в окружении папоротников, колокольчиков и так далее. То есть это место декоративно все время. Но она имеет фон, она имеет задний план, средний и передний план. Вот о чем мы должны подумать, когда мы хотим установить скамью, какой-то интересный камень и все что угодно. Лена, ну вот кажется, мы находимся в совершенно другом пространстве. Перголы тут над нами, да? Флоксы. Скажите, а здесь точно такие же законы? Конечно. Во-первых, вот эта галерея, она выстроена специально для того, чтобы пространство сада поделить на зоны. Заканчивается галерея скульптурой, которая выстраивает фокусную точку. Она светлая, она находится на солнце, а в галерее мы находимся в тени. И она образует вот такое яркое пятно. Она точно так же, как наша улитка, стояла на ковре из барвинка или крокусов, остильб там и так далее, она стоит на коврике из бересклета форчена, и оформлена барбарисом боготель стриженным. А фоном ее, то есть задний план, являются парковые розы канадской селекции, чубушники, и задний план – это липа. Так что мы абсолютно не видим забора, который там находится сзади. И подбито это все хостами яркими, и мы видим здесь также хвойное присутствие. То есть создавая такое пространство, в котором должна жить скульптура и работать как фокусная точка, мы должны подумать о том, что она здесь находится весной, летом, осенью и зимой. Значит, здесь у нас лук круглоголовый, живет на коврике из бересклета форчена. И таким образом вот это пространство, оно включает даже и луковичные. Я хочу сказать, что для сада это вообще очень важное пространство, потому что эта точка видна при входе, и сразу понимаешь красоту этого сада, и сразу видишь первую скульптуру, когда оказываешься в этом саду семей скульптур. Лена, ведь так приятно вот ходить по этому саду от скульптуры к скульптуре, потому что каждый раз в саду ты видишь что-то новое. И мне кажется, именно вот скульптуры в этом саду создают такую динамику, в результате чего тебе хочется гулять по этому саду. Абсолютно с вами согласна. И еще мне хотелось бы сейчас еще дальше пройти в сад для того, чтобы показать, как вы строите композиции растительные. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Лена, ну вот невозможно пройти мимо этого места, чтобы не взять руки в фотоаппарат. Новая скульптура, новый образ и новый цветник здесь находится, да, у которого тоже есть какая-то романтика необычная, да, растения так великолепно подобраны. Конечно бы хотелось бы услышать историю и этой скульптуры, и этого цветника. Цветник организован традиционно практически на фоне перголы, которые делят пространство сада на разные зоны, в которых скульптуры выполняют вот свою фокусную функцию. Цветник помогает в этом. Он помогает делить пространство на зоны. И хочу обратить ваше внимание на то, что и эта скульптура оформлена так же, как и в предыдущих случаях. То есть есть передний план. Из флокса дернистого лежит камень, который повторяет оттиск, которым повторяют контуры верхнего края скульптуры. Флокс дернистый, дальше баданы. Как бы их листья тоже вторят вот этому краю. И растения, которые на заднем плане, они перекрывают вид на скульптуру, которая сзади, и организуют нам задний план. Теперь обратите внимание на растения, которые в этом миксбордере. Вовсе не обязательно использовать какие-то редкие, экзотические или, может быть, какие-то сумасшедшие совершенно новинки селекции. Здесь использованы вполне обычные, распространенные, традиционные, многолетники типа диплоидных самых простых вот сортов. Лилейника, монарда, колокольчик молочно-цветковый, флоксы, вероникаструмы, ирисы. Вот вы видите, все очень и очень просто. И они в цветении сменяют друг друга. И когда они высажены достаточно большими пятнами, все это создает крупные яркие мазки. И самое главное, чтобы не было вот такой пестроты. Вот. И они надежные, они не требуют никакого такого пристального, какого-то скрупулезного внимания к себе. И вот такой вот цветник – это традиционное расположение цветника по периметру пергола. И он вполне справляется со своей функцией в течение сезона. Лена, это еще потрясающий вид, потрясающая картина для тех, кто находится в беседке. Но я обратила внимание на то, что все скульптуры у нас в саду на постамете, кроме этой. Это было специально задумано? – Да. Если вы проанализируете подходы ко всем скульптурам, то вы увидите, что визуально расстояние от того, кто наблюдает визуально, оно намного меньше. Здесь расстояние больше. Поэтому мы можем вот эту вот картинку воспринимать в целом вот именно вот в этом окружении, которое здесь создано. Там ситуация совершенно другая. Расстояние меньше, и поэтому мы должны чисто визуально воспринимать скульптуру с более близкого расстояния. Еще я хочу обратить внимание наших телезрителей, что когда человек сидит, он видит совершенно иную картину, нежели чем он стоит. Поэтому там все люди прогуливались по дорожкам. В беседке все-таки человек сидит, и у него все происходит на уровне его глаз. – И восприятие статично. – Да. – Вот здесь, там, где у нас, допустим, скульптура стоит в галерее, она приподнята, потому что там совершенно другой подход и восприятие этой скульптуры. Темная достаточно галерея с пониженным уровнем освещенности, и сама скульптура, она стоит в освещенном месте, на солнце. То есть она воспринимается уже совершенно по-другому. То есть в каждом случае мы, подходя по законам подстроения композиции одинаково, но по восприятию скульптуры, ее высоты и так далее, мы располагаем эти скульптуры по-разному. – Вот я даже внимание обратила на улитку, да, вот если на нее смотреть, там нет такой пышности, как здесь, да, потому что улитка – это все-таки естественное существо. И было бы, наверное, ну, не совсем, может быть, правильно, если бы она располагалась вот в таком пышном цветнике. А вот это окружение для влюбленных, которые находятся у нас за спиной, романтическое, такое приятное, да, с таким настроением и весенним, и летним, и таким ярким. Я думаю, что это прекрасное место для всех влюбленных. И, конечно, на этом вот участке находиться приятно всем, наверное, членам семьи. – Лена, вот я удивляюсь, как каждая растительная группа соответствует тому месту, где она находится. Как добиться вот такого эффекта, при котором ты себя в таком месте чувствуешь, как в раю? – Во-первых, это использование акцентных растений, соответствие стилей, стиля сада, стиля растения. и правильный выбор функций вот тех растений, которые мы выбираем для композиции. Для чего мы выбираем эти растения? Вот почему именно они? И они должны быть вместе в одной композиции. Вот здесь четко видно, что рядом со стеклянной верандой, которая как бы круглогодично, почти круглогодично люди могут сидеть и смотреть в свой сад. Здесь сделана композиция непрерывной декоративности из стриженных растений, жимовости обыкновенной формы компакта, туй, барбарисов, барбарисов на фоне коврика из асоки-маро, и в нее высажены тюльпаны весной, которые цветут. Значит, эта композиция позволяет видеть это место и в ине, и в снегу, и весной, и летом стабильно декоративным. Но для того, чтобы она не была вставной челюстью в саду, для этого вот такие элементы должны в саду повторяться обязательно. Они увязывают пространство, они увязывают стилистику, и они позволяют сделать пространство сада гармоничным. Здесь, где мы находимся, я еще чувствую великолепный запах. Вот это важная составляющая того места, той композиции, которая здесь находится. Традиционно русские сады всегда присутствовали растения ароматные, и устраивались какие-то места вокруг беседок и прочее, где можно было наслаждаться запахами. Когда человек приезжает из мегаполиса с пыльных, разогретых асфальтом проспектов и улиц, приезжает к себе домой в свою комфортную, гармоничную среду, ее одна из главных составляющих это запахи. Поэтому ароматные растения неотъемлемая часть композиции и флористическая составляющая сада. Поэтому в русских садах традиционно использовались чубушники, жасмины, шиповники, однолетники пахнущие, типа резиды и так далее. Вот флоксы очень любимы, любимы многими, почему и сейчас они так востребованы в наших садах, потому что они создают вот ту неповторимую атмосферу, которую иногда трудно даже понять, за счет чего. Это надо очень проанализировать. Когда человек переезжает из города, переезжает к себе в сад, он попадает в комфортную среду. За счет и запахов тоже. Вы затронули сейчас традиции русского сада. Это, конечно, удивительное место. Это усадьба Троекурова. И вы в вашем саду сохраняете традицию русской усадьбы. Здесь находится великолепно выполненная часовенка, помимо скульптур. Она имеет, конечно, свое назначение прямое. И скажите, вот важно ли сохранение именно таких традиций в наших садах? Ну, это как бы не прерогатива заказчика. И в данном случае часовней инициаторами постройки вот этой часовни были наши заказчики Илья и Ольга. Она выполнена очень интересно, она очень эффектна. Она постарались ее вписать в пространство сада так, чтобы она и выполняла соответствующую художественную функцию. Но это традиционная составляющая русских усадеб. Она может быть выполнена по-разному, в более простом варианте, более сложным, из разных вариантов материалов. Но тем не менее, вот такие вот объекты, они часто присутствуют в русском саду. Как рождалась растительная композиция вокруг часовни? Растительная композиция вокруг часовни, она колористически поддерживает ее яркий фасад. Яркий фасад и в стилистическом отношении ничего особенного в этой композиции нет. В ней присутствуют повторяющиеся и компонующиеся с колористикой и стилистикой фасада шалфеи, некоторые злаки, астранцы, флоксы, мелкие Вероника астромы, душицы. В общем, то, что создает такой вот незамысловатый русский, такой простоватый образ или модель, модель луга такого. Елена Алексеевна, у вас огромная практика по созданию садов, и я очень рада, что мы сегодня смогли побывать в одном из ваших знаменитых уже садов. Сад «Семь скульптур» и насладиться вот той атмосферой, которая здесь присутствует. Я хочу сказать вам огромное спасибо за предоставленную возможность и пожелать вам дальнейших успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо. Вот и закончилась наша прогулка по саду семи скульптур. Простой и изысканный, с открытыми и закрытыми пространствами, каждый из которых имеет свой образ, свое настроение и со скульптурами, которые являются частичками души этого русского сада. Повисла летняя жара на листьях старых лип, но тропки медленный изгиб мне говорит пора. Пора садиться в экипаж, покинув летний рай. Цветы, скульптуры, крепкий чай, лишь солнечный мираж. Я летом жду уже весны, близка зима потерь, и открываю к Богу дверь в часовне у сосны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok